Зустречайся с крутой витамины, супер баланс, три шарова форма, где вся динна норма пледно працюет протягом дня система раздельного выведения. Шанон. Инновации для здоровья нации. Карпат – одна из самых больших горных систем Европы. Она растянулась на полторы тысячи километров и расположена на территории восьми стран. В Украине это, безусловно, одни из самых живописных мест для отдыха. Главная вершина наших Карпат – Гаверла, 2061 метр, самая высокая и популярная среди туристов. Но кроме нее в этом регионе есть еще очень много захватывающих и разнообразных горных маршрутов. Сегодня Дмитрий попытается за один день рассказать о самых интересных из них и показать Карпаты под абсолютно другим углом, объемно, масштабно, трехмерно. Для этого ему нужно подняться в небо над легендарными украинскими вершинами. И поможет нам в этом Сережа Никифоров, наш друг, человек, который очень часто летает в горах, хорошо знает эти места и покажет нам всем украинских вершин с самого необычного ракурса. Одним из величайших достижений в мире альфинизма считается восхождение на 7 вершин 7 континентов. Так называется эта программа. Чуть более 400 человек во всем мире ее выполнили. И это невероятно престижно. Внимательные зрители сейчас спросят, а почему же 7 вершин, если континентов 6? Дело в том, что альпинисты невидимой линии разделили Евразию на Европу и Азию. Высшей точкой Азии остался король всех вершин Эверест. А в европейской части на это звание претендует Эль Брус в Кабардино-Балкарии и Монблан на границе Франции и Италии. Альпинисты в таких случаях стараются подняться на обе вершины. Похожая ситуация и в Австралии. Ее высшая точка – пик Костюшка, высотой всего 2228 метров. Поэтому, чтобы добавить в программу серьезную вершину, альпинисты поднимаются еще и на Пунчак-Джае, которая находится на острове Новая Гвинея в Индонезии. Главная вершина Южной Америки – гора Аконкагуа. В Северной Америке – Макинли. В Африке это Килиманджаро, а в Антарктиде – массив Винсон. Немногие знают, что у нас в Украине есть свои 7 вершин. И поверьте, эта экспедиция по украинским 7 вершинам не менее уникальна. Дело в том, что большинство туристов знают о Гаверле. Но многие другие вершины незаслуженно остаются незамеченными. Сегодня мы, друзья, исправим эту несправедливость. И буквально за один день покажем вам с очень необычного ракурса все 7 украинских вершин с высотой приблизительно 2000 метров. Это авантюра. Здесь все зависит от погодных условий. И, как говорят пилоты, от удачи, да? Абсолютно. Но пока погода нам благоволит, она может меняться очень резко. Если она изменится, то нам придется прерваться. На самом деле, конечно же, интересно пройти все эти вершины пешком. Но сегодня наша задача – облететь их. Показать вам. И таким образом доказать, что у нас 7 вершин. И каждая из них по-своему уникальна. Каждая из них достойна внимания. И точка номер один, естественно, Гаверла. Друзья, посмотрите, какая нереальная красота. Вот скажите, что это хуже Альп. Да ни в коем случае. И более того, если посмотреть на Карпаты, на снимках из космоса, то отчетливо прослеживается такая фигура, похожая на змею. И ее голова кусает Альпы, а ее кос погружается в Черное море. Таким образом, можно уверенно сказать, что наши родные Карпаты – это продолжение, а может быть, даже начало легендарных Альп. И таким образом связывается Украина и Европа. Итак, друзья, наконец-таки, прямо по курсу. Гордость Украины. Самая высшая точка нашей страны – легендарная Гаверла. 2061 метр. В кругах альпинистов ее часто называют Черная гора за расположение на Черногорском хребте. А, кстати, Монблан в Европе называют Белая гора, потому что это дословный перевод с французского. Получается, что горная Европа тянется от Черной горы к Белой, от Гаверлы до Монблана. Вот уже. Вот, пожалуйста, если посмотреть на вершину Гаверлы, то она отличается от нашего классического представления о том, что такое вершина. Вот. Это не какой-то пик. Это большая достаточно площадка, на которой установлено несколько монументов. Гаверла – это гордость, это красота. Я много раз поднимался пешком на Гаверлу, но впервые вижу ее вот так вот, с вертолета. Мы сейчас попробуем сделать кое-что очень-очень экстремальное. Мы попробуем сесть прямо на вершину Гаверлы. И хотя вершина здесь – это просторная и ровная площадка, сесть на нее совсем непросто. Все дело в очень сильном ветре. Восходящие и нисходящие потоки воздуха бросают вертолет из стороны в сторону, не позволяя совершить посадку. Такое явление в горах – обычное дело. Не-не. Видите, друзья, к сожалению, видите, как нас кидает? Мы не можем подойти. Мы не можем сесть. Очень сильный ветер наверху, поэтому никак не получается. Сергей принимает решение спуститься ниже и попробовать сесть немного в стороне от вершины, где нет таких порывов ветра. Это так называемое плато Гаверлянка или Мала Гаверла. Здесь туристы набираются сил перед финальным штурмом вершины. Это достаточно большая площадка, чтобы безопасно приземлиться. И Сергей с Дмитрием не первые, кто это делает. В свое время здесь даже садился вертолет с президентом Виктором Ющенко. Чуть ниже есть площадка, на которой можно подсесть, если опытный пилот. Полеты в горах – это всегда опасно, это всегда экстрим, это всегда испытание на прочность нервов. Мы подлетаем, мы видим, вот есть туристы. Вот мы сейчас сядем, надеюсь, успешно. О, есть посадка. Впервые в жизни прибыл на Гаверлу вот таким способом. Сережа, спасибо, первая посадка успешная. Ну, скажи, как это? Не очень это комфортно в такой ветерочек, но было, как минимум, это безопасно. Наверху было небезопасно, поэтому мы не стали этого делать. Ну, вот я заметил момент, когда вообще такое просаживание и такая перегрузка, и ты очень был сосредоточен. Да, конечно. Что это было? Это был прорывчик ветра, который может сильно швырнуть вниз, и нам не хватит мощности двигателя, чтобы его побороть. И, соответственно, мы просто ударимся об землю. То есть, грубо говоря, если бы ты решил сделать нам красивые кадры и пролететь совсем близко, тебя бы могло ударить о вершину? Абсолютно верно. Не только меня, но и вас вместе со мной. Рядом с местом посадки Дмитрий встречает первых туристов. А вы ночевали здесь сегодня? Так. А когда идете наверх? Зараз будем подниматься. Вы первый раз тут? Нет. Вот человек, я вот, Дриса Максим, уже десятый раз наговорил. Десятый? Сегодня ревно десятый раз. И очень круто, что такие хлопцы есть в Украине, какие так ведь почувают. Дякую. Очень много людей подходит. Привет, Дима. Очень приятно. Первый раз на говеру? Да, первый раз. Тяжело, вот первый этап, самый главный? Потому что остается чуть-чуть, тут полчаса и все. Нет, ну знаешь, тут идешь, отдышка, короче, вроде бы устал, но вот энтузиазм реально придает силу. Просто нереально красиво. Друзья, и вот подтверждение. Люди поднимаются, мы всем рекомендуем, потому что у нас волшебные Карпаты, но не только Гаверла. Мы часто пренебрегаем местами, которые вот прям под носом. Куда-то за границу летаем, но знаете, у нас есть очень классные места в Украине. И давайте, давайте их изучать вместе. Золотые слова. Огромное спасибо, удачного восхождения. Красоту, которая открывается с вершины Гаверлы, трудно передать словами. Это просто нужно видеть. Но времени гулять по земле у Димы с Сергеем, к сожалению, нет. Пока погода позволяет, им нужно успеть посетить еще шесть невероятных вершин. Ну что, пробуем, полетели. Полетели. С Богом, друзья от винта. Главное, палатку не сдуть. О-па-па. Вот так мы красиво выходим над обрывом и видим, какой невероятный рельеф. Мы говорим пока, Гаверли. Желаем успеха всем восходителям. А наша цель, вот она впереди, гора Петрос. Незаслуженно недооцененная. Потому что туда туристов поднимается в сотни раз меньше. Ох, как нас качают. О-о-о. Здесь ветра. Всегда нужен запас. Нельзя приближаться. О-па. Еще метриков на 10 вниз. Это особенно важно помнить рядом со следующей точкой. Самой опасной вершиной Черногорского хребта. В народе ее называют Грозовой горой или Перуновой вершиной. Туристы же знают эту легендарную гору под именем Петрос. Она так расположилась, что если гроза, молния попадает в нее. Поэтому, если, не дай бог, вы оказались в плохую погоду, срочно уходите, потому что вершина очень сложная. К сожалению, ветер такой, что сесть мы точно не сможем. И вот доказательства. Людей на вершине нет. Шквальные порывы ветра разносят и выкручивают все, что люди пытаются установить на этой вершине. Даже кресты с толстых стальных прутьев и деревянную часов. Именно за это гору иногда называют вершиной языческого бога Перуна. Итак, друзья, вершина 2 есть. Мы ее увидели. Петрос достоин того, чтобы подняться на его вершину. Следующая цель – вершина Ребра. Она находится в самом сердце, в самом центре Черногорского хребта. Ее невозможно спутать с другими карпатскими горами из-за очень необычного рельефа, который напоминает туловище огромного голодного животного. Это и есть те самые ребра, вот эти полосы. И из-за них гора получила такое название. Но мы ее облетаем с другой стороны и видим пологий, очень простой склон. Оттуда на нее подняться просто. Ну, а мы отправляемся дальше. Вот, друзья, Ребра. Чуть-чуть поворачиваем и совсем рядом вершина Путин-Тамнатик. Это вершина высотой 2016 метров. Здесь альпинисты и профи могут подняться по крутому склону, а начинающие – по пологому. Красота! Просто нереальный рельеф. И вот, честно, летаешь здесь и понимаешь, какая Швейцария, какая Италия. Господи, надо исследовать родную Украину. Фантастика! Вот, друзья, крутой разворот. И совсем рядом гора. Вторая по высоте в Украине. Бребенескул. 2035 метров. Она такая выпуклая. Мы продолжаем движение вдоль Черногорского хребта и видим одну из самых красивых и уникальных, на мой взгляд, вершин – Питк-Иван. 2028 метров. Ее особенность в том, что на вершине мы видим капитальное каменное строение – древнюю обсерваторию. В начале прошлого века оттуда наблюдали за звездами. И она до сих пор сохранилась и стала визиткой вершины. Сегодня, если честно, здесь не обходится без жертв. И эти жертвы – туристы, которые поднимаются сюда в непогоду и легкомысленно относятся к горам. Карпаты – это очень серьезные горы, поэтому важно снаряжение, подготовка, гид. Потому что это серьезные горы. Это наши украинские Альпы. А я бы сказал, что даже круче, чем Альпы. Потому что в Альпах я таких красот не видел. Сейчас мы попробуем совершить посадку, если позволит погода. Чтобы безопасно летать и тем более садиться в горах при таком сильном ветре, пилот должен обладать серьезным опытом и мастерством. Наверняка Дмитрий не решился бы на такую авантюру, если бы за штурвалом был кто-то, кроме Сергея. Сережа, ты просто супергерой. Какой ветер сейчас? Ветер порядка 30 узлов 15 метров в секунду. Обратите внимание, мы стоим, никуда же не летим. Да. У нас прибор скорости показывает, что мы летим 25 узлов. 40-45 километров в час показывает прибор. Хотя мы стоим на месте, это потому что очень сильный ветер. И автоматике кажется, что мы летим. У нас получилось. Мы сели на вершине, практически на вершине. Красоты просто какие-то божественные. Посмотрите, это все наше богатство. Черногорский хребет окутан легендами и мифами. С этой горой связана очень интересная легенда. Карпатский робингуд Олекса Довбуш грабил помещиков и раздавал богатство бедным. Так вот, по легенде, здесь, на этой горе, убили знаете кого? Не поверите? Самого черта! По одной из легенд, именно за победу над черной бедой Олекса Довбуш получил от богов защиту от вражеских сабель и пуль. Существует много народных рассказов на этот счет, но все они сходятся в одном. Карпатский герой бывал во многих опасных сражениях, но всегда выходил из битвы невредимым. Сегодня, к счастью, на этой вершине вместо потусторонних существ можно встретить немало туристов. Стоит раз, два, три, четыре палатки. То есть люди здесь есть. Очень надеюсь, что скоро здесь будут сотни палаток, потому что вершина достойна, она не уступает гаверли ни в чем. Доброе утро. Дима, очень приятно. Здравствуйте. Очень приятно. Знаете, что хочется спросить? Очень необычный выбор. Все стараются идти на гаверу, а вы идете сюда. Мы уже там были просто. Мы уже закончили маршрут и просто спускаемся. Самое первое, что говорили, это просто воно наиболее известная гора, поэтому больше идут туда. Но самое красивое, это как раз те, что идут по этому хребту. Озеро два были, не самовид. И при Бенескул, они набагато красивее, и запоминяются лучше, чем говорили. Поэтому я думаю, что начать можно говорить, как суток побывать там первый раз, а потом можно по хребту прийти сюда. Я обратил внимание, у вас кобура и у вас пистолет есть. Это моя официальная оружие, ну, для безопасности. Это огнестрельный или травматический? Это, на жаль, травматичный пистолет, потому что вогнепальная, боевая оружие у нас заборонена законодавством. Вы на всякий случай, если мало ли что... Там какие-то собаки дико-бродящие, может, что-то какая-то тварина, ну, что требует для ката. На самом деле очень правильное решение, потому что здесь же есть и медведи, и волки. Безопасность – это важно. Все, спасибо огромное за общение. Удачи вам. Итак, друзья, вершина 2028 метров. Вторая по популярности вершина среди туристов. Вот это уникальное строение, эта древняя обсерватория, ее начали строить в 1936-м. Тогда здесь была еще территория Польши. Строили для наблюдения за звездами. Наверху была медная крыша. Она автоматически открывалась, и обнажался прибор – астрограф. При помощи этого астрографа наблюдали за звездами. Строили это поляки за деньги Министерства обороны в Польше. Польши проработала обсерватория, к сожалению, совсем недолго, потому что началась Вторая мировая война. И в 1939 году здесь все приостановилось. Оборудование забрали, а то, что можно было, скажем так, аккуратно унести или украсть, местные жители забрали. Например, медную крышу. Из нее сделали чаны, в которых варили гуцульский сыр. Никого в этом обвинять нельзя, потому что тогда было время военное, и нужно было выживать. Слава богу, сохранилось само строение. Давайте подойдем поближе. Уникальность, друзья, в том, что поднять стройматериалы на такую высоту очень тяжело было в те годы. Старались максимально использовать тот камень, который находили здесь. Но цемент и многое другое вручную поднимали, как шерпы под Эверестом. Тогда местные жители очень неплохо на этом заработали, потому что за подъем, например, мешка цемента платили стоимость мешка цемента. Вот здесь мы рядом видим продолжение обсерватории. Сейчас она восстанавливается. Мы видим строительные леса, ее хотят привести в первозданный вид. Кстати, реконструкция идет за деньги польского правительства, потому что когда-то эта обсерватория принадлежала Польше, когда здесь была польская территория. Зимой обсерватория покрывается толстым слоем льда и снега, за что и получила свое прозвище «Белый слон». Она уже давно стала мощным туристическим магнитом. Чтобы увидеть это уникальное сооружение, сюда круглый год поднимаются туристы и альпинисты, а порой и очень необычные гости. Вот так вот в Карпатах я встретил коня. Мы говорили, что животных много здесь, диких. Что за идея такая креативная? Как вы в виде коня? Один, когда вдягается в маску коня, он может быть открытым в горах, он может показать свое «я», он может никого не соромиться. И таким чином мы стараемся, чтобы чем больше людей, которые идут с нами в похит, примиряли эту маску. Давайте, давайте, давайте. Я тоже сегодня конь, карпатский. Как зовут? И я хочу сказать, мой талисман. Тот, который сопровождает меня все годы мира наизнанку. Это украинский флаг. Ему уже 15 лет. И я с гордостью хочу сказать, что наконец-таки он на Черногорском хребте, на горе Питвы Ваз. Ура! И спасибо всем туристам, которые путешествуют по Украине. Мандруй Украиною. Это модно, это круто. Наша страна уникальная. И давайте этим пользоваться. Слава Украине! Слава и слава! Отдыхая в горах, нельзя забывать о том, что человек здесь только гость. А в гостях нужно вести себя подобающе. Но это получается не у всех. На многих популярных маршрутах туристы оставляют после себя след из мусора, который постепенно уничтожает природу Карпат. К счастью, здесь также можно встретить волонтеров, которые не просто ходят в горы, а своими силами спасают их от вреда людей. Здравствуйте! Как вас зовут? Володимый. Мы выбираем. Упаковываемся. Это все туристы на мусорах. Сейчас мы будем выбирать и все вниз износить. Вот, кстати, тоже хороший флешмоб. Можем прямо сейчас его объявить. Если поднимаетесь в горы и видите, что какие-то негодяи оставили мусор, давайте его собирать и уносить с собой. А давайте мы вам допоможем. Все, браты. Вот, друзья, подаем пример наглядный. Как нужно поступать, если вы приехали в горы и видите мусор? Старый мусор. Причем видно, что этой банке, что это вот не спасатель оставил здесь. пакет будет разлагаться тысячу лет и портит Карпаты. Пластик очень долго разлагается. Это большая проблема. Передаем привет всем тем, кто ведет себя как свинья. Будьте человеком. Пока не изменимся мы, не изменится страна. А то все очень любят ругать президентов, премьер-министров. Да, безусловно, надо контролировать их и не давать им расслабиться. Но не президент мочится в подъезде и не президент выбрасывает здесь эти бутылки. Мы сами делаем вот такой ужасающий вред для своей родной земли. Учитывая, что у нас сегодня спецмиссия и у нас есть транспорт, то мы можем забрать, чтобы не тащили. Вот один пакет собран и собираем второй пакет. Пилот торопит Диму. По прогнозу обещают ухудшение погоды. Чтобы успеть завершить сегодняшний маршрут, нужно срочно вылетать. Друзья, мы бежим, потому что у нас программа и нам надо успеть на все вершины. А мы уже отстаем от плана. Нам сегодня повезло есть вертолет, поэтому очень дорогая эвакуация мусора. Так, ну что, друзья, с Богом. Полетели дальше. Но, как оказалось, строить планы на такой высоте затея неблагодарна. Здесь последнее слово всегда за горой. И только от ее настроения зависит успех всей операции. Пип Иван не спешит отпускать Диму с Сергеем. На такой высоте меньше кислорода и двигатель не может набрать обороты для взлета. Вот, видите, к большому сожалению, мы крутим, крутим, крутим и не можем набрать нужные обороты. Две тысячи метров с лишним. Разрешенный воздух. Плюс сильный ветер. В турбине не хватало воздуха выйти на обороты. Вот мы должны выйти в зеленую зону. И только-только стрелка стала подходить. Оказывается, гора не только пускать может, она может еще не отпускать. А в чем причина, почему на такой высоте так тяжело выходит на обороты? Помогла воздуха. Вот ответ на вопрос, друзья, почему очень часто вертолеты даже не глушат моторы в горах. Вот обороты пошли, обороты растут. Пробуем. Осторожно всем. Да, пробуем. Давайте, с Богом пошли. Ветер очень сильный. Пока. Друзья, у нас остается седьмая вершина – Мэнчу. Но про нее важно сказать одну очень важную оговорку. Ее высота – 1998 метров. Но местные активисты сумели придумать, как сделать ее двухтысячником. Соорудили каменный постамент высотой 2 метра. И теперь она высотой, грубо говоря, две тысячи метров. Осталось зафиксировать это в официальных источниках. Таким образом, можно сказать, что в Украине появился свой символический аналог знаменитых семи вершин мира. И пусть они не настолько высокие, зато находятся у нас дома, в родной стране. Сегодня Дмитрий и Сергеем специально полетели на вертолете, чтобы показать Черногорский хребет с невероятного ракурса и посмотреть на родные семь вершин под абсолютно другим углом. Но интереснее всего пройти этот путь пешком. Поход по Черногорскому хребту – один из самых популярных маршрутов в украинских Карпатах. Его длина чуть более 50 километров. Непрофессиональные туристы проходят эту дистанцию в среднем за 5 дней. Это один из лучших способов ощутить на себе всю магию высокогорье родных Карпат. Сережа, топлива еще есть немного? Сильно нельзя увлекаться. То, что мы видим, это уже территория Румынии. А на самой границе расположен еще один уникальный объект на вершине горы. И да, пускай эта гора не такая высокая, как те семь, которые мы сегодня облетели, зато на ней расположен секретный военный объект советских времен. Видите вот эти купола, похожие на футбольные мячи? Это так называемый «Памир» – радиолокационная станция. Она работала еще до середины 90-х годов и контролировала воздушное пространство, начиная от турецкого побережья до Балтийского моря. Эта станция фиксировала объекты, которые находились в воздухе. И как только замечала что-то в воздушном пространстве Советского Союза, тут же передавала, и дальше принималось решение «Поднимать ли авиацию?» Это был стратегически важный, секретный объект. Но, как видите, сегодня сюда можно заехать на машине, и это туристический объект. Высота чуть более полутора километров над уровнем моря. Подобных примеров заброшенного военного потенциала, к сожалению, немало в нашей стране. Дело в том, что после обретения независимости молодой Украины было недостаточно средств, чтобы поддерживать все наследство СССР в боеспособном состоянии. Поэтому много объектов пришлось закрыть. А вот сейчас, к большому сожалению, мы видим то, от чего в сердце сжимается. Это гигантские масштабы вырубок. Смотрите, просто такая залысина. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая. И это все выруб колесов. Его вырубают, вывозят, и составы уходят в Европу. Потом эта мебель и многие другие деревянные изделия возвращаются уже к нам и продаются нам. Карпатская древесина особенно ценная, поэтому идет настоящая охота за карпатской сосной. А потом, чтобы выросло новое, нужны десятилетия. И если вырубить карпатские леса, изменится экосистема. Вырубим лес, здесь будет пустыня когда-нибудь. Давайте захороним это для наших потомков. С 2020 года вырубка карпатских лесов запрещена законом. Но с воздуха становится очевидно, что в некоторых местах этот запрет нарушают и нелегально вырубают деревья сразу на больших участках. К сожалению, люди, которые к этому причастны, редко задумываются о последствиях своих действий. Это не только ухудшение нашей с вами экологии, не только природные катаклизмы, но и изменение всей природы Карпат. Например, целые виды диких животных теряют свой дом. Попадают в руки охотников и постепенно исчезают. Сейчас Дмитрий направляется в место, где спасают таких животных. Это национальный природный парк Синевир. Здесь находится самое большое и, как говорят местные жители, таинственное озеро украинских гор. Морской глаз, жемчужина Карпат или более известное всем под названием Синевир. На территории парка есть особое место, где обитает царь всех здешних зверей. Тот, кто может одним ударом лапы сломать позвоночник оленю или кабану, а свою добычу он преследует со скоростью до 60 км в час. Это карпатский бурый медведь. Только один обитатель Карпат способен уничтожить это грозное, но очень красивое животное – человек. Уходя от вырубки и цивилизации подальше, дикие медведи все чаще встречаются с людьми. Взрослых особей обычно убивают охотники, а вот малышей забирают, используют как экзотического зверя и нередко держат в условиях, которые калечат животное и травмируют его психику. Мишки, которых удалось вытащить из ужасных условий, попадают сюда, в первый в Украине центр реабилитации бурого медведя. Медведи, над которыми издевались, которые очень сильно пострадали, которые по 10, по 20 лет провели в клетках, возле ресторанов, автозаправок, в зоопарках, в цирках. Но вызволить медведя – это только начало. Самое сложное – помочь ему вернуться к нормальному образу жизни в лесу. Сегодня Дмитрий узнает, как это делают в реабилитационном центре, и сам присоединится к этой миссии. Каждое утро в Синеверском центре спасения и сохранения медведей начинается с кормежки. И едят медвежата яблоки. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Я Руслан. Вас зовут? Сайло, ветеринар. Дуже приятно. Степан. Имена этих людей неизвестны широкой публике, но именно они спасают важнейшее звено в экосистеме Карпаты всей Украины. Исправляют ошибки, совершенные другими людьми, и оберегают этих невероятных животных от полного уничтожения. Ух, как он встал, он так, как человек. Так, они бачат ежу, что кидаем, а они стоят на задний лап. Можно к вам подключиться, тоже покормить? Да. Мы всю жизнь читаем про медведей, которые хищники, которые едят мясо. Оказывается, едят они в основном растительную пищу. И вегетарианцы практически. Вот видите, дерутся за яблоки. Вот эта тваринка, которая была забрала там из поганых умов, она достоправляет агрессию до других. И нужно кидать им в лес, по всей территории, чтобы они не расходились. А сколько их всего у вас? На данный момент 31 медведь. То есть, чтобы они не собирались в одном месте. Все расходятся, чтобы медведи рассредоточились по территории. Лови им зайчиков. И рекомендуют кидать подальше в лес. Важно подчеркнуть, что забор, возле которого находится Дмитрий, это граница огромной территории в 12 гектаров, которая принадлежит только медведям. Друзья, только представьте, эта территория, это 24 стандартных футбольных поля. Леса, гор, рек. Как раз специально подобрали такие места, чтобы был лес, чтобы была вода. И медведи могли кормиться не только продуктами такими, а и природными продуктами. Это, в первую очередь, и кумаха, и лися, и ягода, и малина. Сюда медведи сами приходят каждое утро, когда сотрудники центра раздают еду. Это как завтрак в отеле All Inclusive. Я вижу, они становятся на лапы, когда видят еду. И я вижу еще вот этот, он так немножко пританцовывает. Это Беня. Он был в цирке, и для того, чтобы ему дали покушать, он должен был исполнять трюки. То есть этот рефлекс вам не удалось убрать, да, пока еще? Нет, это очень сложно, и он может быть до конца жизни. Эти люди им помогают, спасают их, пытаются вернуть в нормальные условия жизненные. У медвежат, которые попали в руки людей, часто похожая судьба. Пока они маленькие, с ними играют, как со щенками. Но когда животное вырастает и становится опасным, от него стараются избавиться или запирают в ужасных условиях. Нередко диких медвежат, которых нашли в лесу, ловят и дарят, как обычных домашних животных. Не понимая, насколько это опасно и для мишки, и для человека. Дарят обычно медвежонка, который, наверное, совсем маленький. Сколько ему? Десь месяц, два месяца в таком виде. И сколько он реально может содержаться дома? До двух лет, тварина достаточно такая, даже детина еще достаточно больше играть, а еще агрессию никакого не завдают. То есть это, по сути, такая жестокая эксплуатация детей. То есть поигрались два года, а потом уже содержать не можем, выкидываем куда-нибудь в клетку. Как это на медведях тренируют собак? Ведмедь ставят на цепи, спускают собак, собака начинает активно облаивать ведмедя, хотя ведмедь на цепи не может не сделать. Какой кошмар. В цирках, когда люди приходят и смотрят на медвежат, хлопают, улыбаются и особенно видят, что медведи пританцовывают, всем радостно. Но что делают, чтобы медведь начал танцевать, видя яблоко? Ломают волю животного, морят голодом, бьют, когда он еще маленький. Есть варианты, когда вырывают когти, зубы ослепляют штучно медведя. Беня, видите, видит яблоко, и Беня поднимает лапу и качает головой. Что с ним делали, чтобы выработать такой рефлекс? Есть предположение, что смазывают лапы вазелином, а потом вставляют на раскаленную плиту медведя, и он подпрыгивает. И таким образом он начинает танцевать. Какой кошмар. И цирки же уже запрещены. Цирки запрещены, но они есть. Они подпольные. На самом деле это барварство просто. После таких издевательств животному нужны годы реабилитации и лечения, чтобы прийти в себя, насколько это возможно. Один из важнейших этапов в этом процессе – правильное питание. Работники центра строго следят за рационом медведей. Туристам запрещено подкармливать зверей, ведь сладости вредят их здоровью и могут вызвать новые болезни. Что самое полезное для медведей? Полезное – это животный белок. Мы даем рыбу. Подъезжают еще. Трактор. Рыбка пришла. Что за рыбка? Путасу. Специально дается мороженая рыба, потому что холод убивает паразитов. Все мы видели кадры, как в Канаде где-нибудь медведи вылавливают в горных реках лосось и хватают ее живьем. То есть рыба необходима медведю? Да, необходима. Ну что, поехали, кормим. Видите, они бросаются. Давайте еще яблоко, хлеб провязли. Смотрите, сколько хлеба. Все мое, все мне, все мне. Буханок 8-10 схватил. Рефлекс срабатывал. Очень многих из этих медвежат мучили. Они не всегда питались нормально, поэтому, когда есть еда, те, кто голодал, теперь, конечно, набрасываются на пищу. Сотрудники центра специально сохраняют самые жуткие примеры того, как люди превращают горных хищников в больных пленников. Из арматуры клетка. Вот поили, сюда заливали воду, вот она попадала в этот резервуар. Это все сварено, такой самопал. Так кормили медведя. Вот, пожалуйста. Клетка, в которой жил медведь. Здесь площадь буквально 2-2,5 квадратных метра. 17 лет он прервил. В этой клетке. Как его зовут? Потапыч. Сколько лет Потапычу? На данный момент 22. А что он делал 17 лет в этой клетке? Какая его роль была? Типа выставка животного. И когда дошло дело до осмотра животного, у него все лапы через этот пол были в ранах и ссадина. Вот, смотрите. Вот кроссовок вошел, и я так споткнулся. Вот, соответственно, сюда наступаешь, вот моя нога полностью проходит. Вот, если медведь здесь находился, то его ноги тоже проваливались. Они застревали, потому что медведь хотел, например, достать яблоко, морковку, и уже не мог вытащить лапу. Ведь медведь даже на задних лапах поднимается, и я больше 2 метра, вот я не маю 2 метра. Вот я упираюсь за голову. У меня ровно 1,80 метра. Я тоже не могу распрямиться, у меня немножечко шея согнута. Что происходит с животным, когда оно не может двигаться, когда оно сковано в таком пространстве? Начинаются проблемы с суставами, это трозы, артриты. У него нарушается психика, он начинает создавать неестественные движения, сбоку в бок головой, то есть он не замечает решетки. А, то есть вот эти движения, это просто для того, чтобы отвлечься и не видеть решетку? Да. Медведь, который прожил 17 лет в этой клетке, находится уже в лесу. Он реабилитировался, или все равно еще чувствуются эти травмы? На данный момент медведь полностью реабилитировался, пропали все стереотипичные движения. Хорошо кушает, набирает вес. Одна у нас проблема с ним, он не залегает в зимнюю сплячку. Только здоровый медведь может впадать в спячку и проводить в ней от полутора до пяти месяцев. Давайте покидать эту клетку, потому что, честно говоря, здесь стрёмно, да. Здесь больше 15 минут находиться тяжело. Михаилу нужно продолжать обход пациентов. Сегодня он согласился взять Диму в ассистента. Друзья, мы с вами сегодня увидим обычный рабочий день сотрудников Центра реабилитации медведей. И увидим, как медведи лечат, ухаживают. Это будет очень интересно. Первыми ветеринар осматривает особо важных пациентов. Медведей, которых только недавно вызвали ли из клеток и привезли на реабилитацию. Вот это у нас карантинная зона. Здесь удерживаются животные, которые только прибыли. В течение 30 суток они находятся на карантине. Если он болен чем-то, проводим лечение. Обязательно он проходит обработку против листов. И обязательно прививка против бешенства. Будем проводить инъекцию лекарственных препаратов для медведя. У него подозрение на отодектос. Это микроскопический клещ, который паразитирует внутри кожи. И нам надо ввести ему такой препарат. Выглядит, честно говоря, это как снаряжение для подводной рыбалки. А если посмотришь на оптический прицел, реально как будто бы на охоту кто-то собрался, что очень неожиданно видеть в таком месте. Это шприцемед. Это оружие, которое стреляет шприцами, как и следует из названия. Если нужно выстрелить на 5 метров, то нужно давление 2-3. Если на 15 метров, то уже на 5 бар. И даже до 40 метров стреляет. Есть оптический прицел. Очень четкий, кстати. Если я правильно понимаю, то нужно просто-напросто сделать медведю укол. Но ты не подойдешь и не сделаешь. Поэтому нужен шприцемед. Специальное шприцевое ружье. Показывайте, как его заряжать. В первую очередь поставить ружье на предохранитель. Откручиваем специальный разъем для баллончика зулики слотой. Это она задает нам давление. Устанавливаем баллончик. Вот здесь у нас отверстие для шприца. Шприцемед подготовлен. Сейчас нам надо набрать необходимую дозу лекарств. Вы, возможно, видели в фильмах про животных, как их усыпляют или лечат, когда в животное стреляют препаратом. Это такая же технология? Такая же. Поставили оперение, чтобы шприц ровно летел. Вот это и есть пуля, которая будет лететь. Пуля в кавычках. И вот этот хвостик цветной, он помогает держать баланс. Он также окрашен таким цветом, чтобы легче найти. Заряжаем? Да. Все, ружье заряжено. Лекарство находится внутри. И доктор идет стрелять. Идем стрелять. Пациент уже находится в клетке. Но даже там подойти и сделать укол будет очень опасно. Поэтому доктор выставляет минимальную силу выстрела. Стреляем в лопатку, либо в заднюю лапку. А, вот, произошел выстрел. Важно понимать, что это не трампелизатор. С помощью шприцемета Михаил ввел лекарство от клеща. И очень скоро Мишке станет лучше. Но в соседних палатах еще ждут другие пациенты. Вот тоже, кстати, медвежонок. Он тоже на карантине, да? Он болен, он у нас все время тут, потому что он слепой, волосец. Кузя, на. Видите глаза? Или химически, или как выжили. Этого медведя хотели пустить на колбасу. И позвонили человеку в Одессу. Не хочешь медвежьей колбасы? Он как услышал, он выкупил медведя и передал нам. Это просто ужас. Какие бывают жестокие люди? А за сколько выкупил? За 10 тысяч ри. История каждого из этих животных поражает своей бесчеловечностью. Смотрите, вот этот медведь, явно та проблема, о которой вы говорили, видите? Он двигает головой, чтобы просто отвлечься и не видеть эту клетку. Что с ним произошло? Этот медведь был в селе Кирилловка, Запорожской области. Это возле Черного моря. Там удерживался на жаре, возле базы отдыха. Властника обштрафовали на сумму 50 гривен. Представляете, человек издевался над животным, содержал его просто как привлечение для туристов и штраф 50 гривен. А как зовут этого красавчика? Это Балу. Балу прожил в тесной клетке целых 17 лет. К счастью, уже совсем скоро он наконец-то выйдет на свободу. Сейчас его будут приучать постепенно жить в полудикой среде, так называют вот эти леса. Ведь это все-таки огороженная территория, хоть и гигантская. Но в принципе там условия дикой природы. Но он к ним не готов, он привык 17 лет жить в клетке. Поэтому его нужно подготовить. Для этого здесь есть специальный малый вольер. Его используют как учебный полигон для медведей, которые делают свои первые шаги в свободную жизнь. Сегодня их будет делать уже знакомый нам Балу. Но перед этим Диме с Михаилом нужно все подготовить для его тренировки. Это делается для того, чтобы животное лучше осваивало большой вольер. Друзья, вот в этом месте можно очень наглядно объяснить, где мы находимся. Вот это так называемая карантинная зона. Сюда попадают медведи после того, как их забрали. Из цирков, зоопарков, из неволи. 30 дней они провели карантин. Когда есть гарантия, что у медведей нет заболеваний, их отпускают вот туда, в этот гигантский лес, 12 гектаров. Представьте, медведь 17 лет провел в клетке. И 17 лет не гулял по траве, не лазил по деревьям. Поэтому его нужно приучить забывать пищу самостоятельно. Уникальная возможность увидеть, как медведь впервые за 17 лет выходит из клетки и будет постепенно осваиваться. Это как тренажер такой, да, для него? Да, чтобы животное искало себе еду. То есть это полуестественная среда, как ее и называют. Какие-то я вижу дыры, пеньки, пещеры, дупла. Это берлога искусственная. То есть это приучить его забираться вот в такие места. Для того, чтобы приучить, нужно приманку. Вот, а сейчас мы как в зоопарке. Вот, привет всем. Я медвежонок Дима. Вот видите, пришли туристы. То есть здесь можно понаблюдать за этой карантинной зоной. Важно понимать, что это не зоопарк. Это центр реабилитации. Поэтому тут никогда нет гарантии, что медведи будут гулять. Их никто не позовет. Если хотите увидеть медведей, в большом количестве приходите рано утром. В 6 часов утра, в 7 часов утра. Вот как мы пришли и видели десятки медведей. Как только вышло солнышко, они убежали в лес. Если очень повезет, вы сможете увидеть один из таких уникальных и очень трогательных моментов, как сейчас. На глазах у всех гостей и сотрудников центра, Балу сделает свои первые шаги на свободе. Вот он выбирается, 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 выбирается. И вот первые шаги. Представьте, 17 лет этот медведь не выходил из клетки. Вне клетки. И вот первое яблоко схватил, которое мы положили. План работает. Медведь идет по следу из яблок. И таким образом тренируется самостоятельно искать пищу в лесу. Яблочко за яблочком он поднимает. Он полез наверх. Мы там раскладывали яблочки. Животное добывает пищу себе самостоятельно. Вот смотрите, он подошел к этой качели, которую мы сделали. И сейчас будет брать яблоки с этой платформы, которая раскачивается. Вот это уже первые препятствия. Надо же его научить, что не просто добывать еду. Надо ее поискать. Прятать надо, чтобы он знал, что ее надо... Жизнь не не все так просто. Нужно заработать еду при этом съезде. Конечно, конечно. Как вот вы можете оценить его реакцию после 17 лет в тюрьме? Реакция нормальная, в принципе. Некоторые животные даже боятся выйти из клетки. По 2-3 часа, пока не обнюхают все. До того времени не выйдут. Скоро он приведет к тому, что еду нужно искать. Ее можно брать. Можно сказать, что он второй раз родился. Это намного лучше тех условий, в которых его удерживали ранее. Это каторога. Не знаю, какими словами можно объяснить, как наши люди удерживают вот таких животных. Мне кажется, было бы справедливо, что если человек 17 лет продержал в клетке животное краснокнижное, чтобы он сам провел в клетке, например, один годик, и почувствовал, как это. Тогда, может быть, пропадет желание? Поменять местами. Поменять местами, да. Тогда будет справедливо. Вот, кстати, вдали мы видим еще одного медведя, который уже вышел из тех самых 12 гектаров. Вот он уже живет хорошо, комфортно. Этому предстоит освоиться, привыкнуть, научиться собирать яблоки, хлеб. И потом его тоже выпустят туда, в лес, где он будет жить всю жизнь, потому что, к большому сожалению, медведи, которые провели всю жизнь в клетке, уже не способны к тому, чтобы жить в дикой природе. В диком лесу нет ограждения, которое защищает от других хищников, например, волков. Также, к сожалению, эти мишки физически слабее своих диких собратьев. Они не могут так мощно обороняться и так быстро бегать. Но самое главное, эти медведи привыкли к людям, а значит, в поисках еды будут идти в села. Вы его кормите, зачем он будет ходить, собирать шишки по лесу, если можно прийти к людям и покушать нормальную калорийную пищу. У нас на Украине не так много медведей в дикой природе. У нас уже 350 людей всех разом взяли. У них осталось мало места, потому что люди занимают леса, строят, из них готели, вырубается лес огромными масштанами. Благодаря таким людям, как Михаил, Ярослав и другие сотрудники реабилитационного центра, у карпатских медведей точно есть будущее. С первых дней войны защитниками животных стали и самые обычные украинцы. Женщина из Горенки отказалась эвакуироваться без своей собачки и закутывала ее в платок, чтобы та не так пугалась взрывов. В бомбоубежищах люди на равных делят плед на полу со своими животными. На одних только поездах уже эвакуировали больше 100 тысяч домашних любимцев. Животных, которые остались запертыми в домах, спасают волонтеры, проделывая небольшие дыры в стены. В Бородянке с помощью подъемника освободили кота с седьмого этажа разрушенного дома. В Арпене девушка вместе с мужем пешком вывели из города сразу 15 собак с инвалидностью. Из-за копарка в Ясногородке экзотических животных спасали прямо под обстрелами оккупантов. Люди рискуют своими жизнями ради братьев наших меньших, и они отвечают тем же. В Чернигове знаменитый пёс-патрон помогает спасателям находить взрывчатку. А вражеская овчарка Бакс всего за месяц выучила команды на украинском языке и теперь служит бойцам ЗСУ. Война показала настоящую человечность украинцев. Забота о тех, кто слабее – признак настоящей силы. Это наша черта, которой стоит гордиться. Смотрите в следующей программе. У-у-у! Вот тут же накружат! Дмитрий Комаров откроет нам таинственный гуцульский обряд создания семьи. Это вам не фотосессия на лимузине, это круче! Узнает, какие ритуалы семейного счастья в Карпатах передают из поколения в поколение. Это мои батьки на конях. У-у! Так сегодня не делает практически никто. Как на самом деле выглядит наряд украинской невесты? Как капуста, у нас очень много ткани, да? Это свидетельствует о какой семье молода. Поскольку обходится этот невероятный праздник. Только на еду и на организацию уходит где-то полмиллиона гривен. И чем заменяют ЗАГС горные жители? Что Бог взъединял? Человек никому разлучает. Это наши, украинские. Нас никто себе не заберет. Свадьба подобная, которой вы не увидите больше нигде в мире. А также увидит, какое еще наследие Карпат люди пронесли сквозь века. Больше ста лет назад, для того, что колейка появилась в Карпатах. И покажет изнанку работы в горной железной дороге. Не догадываетесь, как поезд разворачивается за те полчаса, пока вы отдыхаете возле водопада. Продолжение следует...